А там быстро людей ломают. Чего не знаешь, расскажешь. А может, помочь ему? Ну, замолчать. Есть кое-какие возможности. Удивительный ты, Андрюша, мерзавец. Удивительный. Главное, своей подлости не стыдишься. Неужели я такой же, а? Субтитры создавал DimaTorzok Больше насчет моей щетины. Трандиал. Это он так, под настроение. Знаешь, я тут один финт придумал. Вот ты Беркутова на первом допросе сказал, что из семи арестованных директоров филиалов, трое признали, что давали ему взятки. Ну, во-первых, один из них, по совету адвоката, уже отказался от своих признаний. А двое других назвали какие-то смешные суммы в тысячу двести рублей с каждого. Дополнение к 174 статье. Конечно. По ней, если взятка дате, признался в даче взятки, то с него снимается уголовная ответственность. Так-то оно так. Но. Что но? Нам, как воздуха, не хватает доказательства. А с этой статейкой его дружки все, что захочешь, нам подпишут и по домам разбегутся, как тараканы. Ты же знаешь, что по закону взятка считается доказанной, если признались обе стороны. Но Беркутов пока не идиот, чтоб сам на себя клепать. Но при наличии свидетелей, они ведь с копами ему конверты сдавали. Ну, что конверты, Гена, что конверты? А ты знаешь, что в этих конвертах? Что? Вот тебе и о! Послушай, дача взяток в торговле, это дело рутинное. От трех до восьми, и он полетел белым соколом. То, что Беркутов взятки брал, это ерунда. А главное, что давал. Кому? Андропову нужен повод, чтоб со всей Брежневской шайкой разделаться. А те, конечно, задрав штаны, побегут признавать факт получения взятки от какого-то директора-гастронома. Он на это рассчитывает? Да нет, конечно. Человек он умный. Но прецедент уже будет создан. Тень на плетень навели, а там слухи, он статьи в партийных газетах и все. Прощай, товарищ такой-то. Не, статья сто семьдесят четвертая, это мелкий заплыв. От Беркутова нужны признания. Громкие, как гром среди ясного неба. Понимаешь? Конечно. Понятно. Прости, Леночка, опоздал. Кружил по городу, как какой-то шпион. Хвоста боялся. Почему не у вас или не у нас дома? Ты скоро бабушкой станешь, а так ничего я не поняла. Мою квартиру и твою тоже все прослушают. Так что аккуратней там дома. Ладно. Знаю я, зачем ты меня позвала. Но поверь, плохой из меня сейчас помощник. Очень плохой. Гришин уехал. Почти всех его помощников, секретарей сраной метлой погнали. Я каждый день в двери звонка жду. Так что заступник из меня никакой. Но вы же сидите в своем кабинете, командуете. Вас же не тронули. Тронут, Лидочка. Еще тронут. Вы же с Георгием столько лет. Он бы все для вас сделал. Он бы все. Он бы не побоялся. А я боюсь в мои-то годы на пятнадцать лет загреметь, детей позорить, ордена свои. Нет, знаешь, сейчас каждый сам за себя. Мы знали, на что шли. И Георгий знал, и я. А в петлю лезть до срока, знаешь, никому не хочется. Он бы только до суда выйдет. Он бы и себе помог, и вам. Умоляю вас, Николай, умоляю вас. Подожди, подожди. Может быть, что-то изменится. Андропов сейчас, говорят, болен. Тяжело болен. Может быть, что-то произойдет. Если наши в силу войдут и развернут все на сто восемьдесят градусов. Даже если его посадят, можно все назад раскрутить. А если засудят? Вы его там и оставите, да? Там и оставите. Ну, зачем ты так говоришь? Ну, успокойся. Прошу тебя, успокойся. Пора вам, Николай Иванович, пора. А то хвост вяжется. Георгий Петрович, спасибо. Вы разрешите? Да, пожалуйста, курите. Георгий Петрович, нами зафиксирован на пленку, как вы достаете из служебного сейфа и сортируете по конвертам деньги на сумму восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей. Для кого предназначались эти конверты? Для меня. Я разложил их для собственного удобства. А откуда у вас в служебном сейфе такая сумма денег? Без объяснительных документов. Эти деньги я откладывал долго из своей зарплаты и премиальных. По конвертам разложил, потому что решил забрать их домой. В рабочем сейфе действительно личные сбережения хранить не полагается. А в конверт-то зачем вы их раскладывали? Это уж простить мое дело. Я не советую вам так отвечать на вопрос следствия. В противном случае я могу вменить вам статью о введении следствия в заблуждение. Павел Сергеевич, но я не вижу для этого основания. Мой подзащитный достаточно подробно отвечает на ваш вопрос. Так зачем же вы все-таки разложили деньги по конвертам? На этот вопрос нужно дать ответ. Ну что ж, пожалуйста. Вам ведь известно о серии крупных квартирных ограблений. Скрипача Ойстраха, укоротительства Бугримовой и других. Все они, извините за выражение, погорели на том, что хранили свои сбережения в одном месте. Вот я и подумал разделить деньги на мелкие суммы и спрятать их в разных местах квартиры. А почему не в сберкассе? Ну уж на этот вопрос под этим не отвечать. Ну ведь право каждого свободного человека, а мы живем в стране свободной. Хранить деньги там, где он захочет. Ну а вы хотите, чтобы он просто так на кого-то клепал? Клепал, вы говорите. Ну хорошо, оговаривал. Но ведь он ни в чем не виновен. У вас нет доказательств. Будут, Эдуард Михайлович, обязательно будут. Только как бы поздно не было. Ну ладно. Здравствуйте. Лидия Александровна. Давно хотел с вами поговорить. Так сказать, неофициально. Ни допросом, ни следственным этот разговор, естественно, являться не будет. О нем никто не узнает. Вы от него можете отказаться. Но я бы не рекомендовал вам этого делать. Я прошу вас помочь вашему мужу. Трудно поверить, но я вас слушаю. Вашего супруга обвиняют по нескольким очень серьезным статьям. Это и хищение в особо крупных размерах, дача получения взяток. Что вам нужно? Срок по этим статьям получается очень большой. Пятнадцать лет. Но в юриспруденции есть одна лазейка. Видите, я все называю своими именами. Вот с помощью этой лазейки срок можно сократить. До пяти лет. Ну и что ж вы замолчали? Да нет, все очень просто. Я прошу вас сотрудничать со следствием. То есть вы хотите, чтобы он признался в том, чего не совершал, в чем не виновен? Насчет невиновности вы не обольщайтесь. Много фактов и доказательств. Я понимаю, вашего мужа втянули в паутину лжи и беззакония. Он жил по правилам, которые придуманы не им. За это он ответит. А вот люди, которые его в это втянули, будут жить припеваючи. Сладко спать, вкусно есть, жаровать на своих дачах. Он будет тянуть срок. А вы знаете, что такое лагерь? Где-нибудь там, под Вилюйском или на Ангаре. Нам нужны имена, понимаете? Имена. Мы дадим вам свидание, вопреки всем правилам. Вы должны сказать мужу, что люди, которых он выгораживает, давно его предали. Это все, что я хотел вам сказать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лида! Никому, никому не верь. Они разрешили тебя увидеть, чтобы уговорить. Нельзя, нельзя. Старший. Сели на стулья, разговариваем через стол. Анючка хорошо носит. Да ешь нормально. А Славик? Он с нами. Все равно поженится. Он очень любит ее. Неплохой. Немного проще, чем хотелось бы, но настоящий мужчина, это сейчас важно. Ты должен себе помочь. Тебя просят о чем-то, ты согласись. Ты должен с ними сотрудничать. Иначе огромный, ужасный срок. Мы можем тебя не увидеть. А как магазин? Как работа? Не знаю. Я туда не хожу. Подала заявление. Не могу. А может быть, поторопилась? Я тебя очень люблю. Я очень скучаю. Я... Я жду тебя каждый день. Я... Я буду ждать. Ты как себя чувствуешь? Тут есть хоть какой-нибудь доктор? Ничего не болит. Все в порядке. Сносная в общем еда. Ты должна думать о баньке, о себе. Сейчас это самое главное. Сейчас это самое главное. Я целую сумку принесла. Ничего не разрешили. Говорят, запрещено. Звонили Кобзон, Хазанов. Брежнева звонил. Пьяная была. Сказал, что еще выпьет. Звонили Кобзон. Свидание окончено. На выход. Звонили Кобзон. Повернется. Второй-то раз. Зачем? Иногда не передают записки или еще что. Звонили Кобзон. Идите. Я все сказала. Старалась уговорить. Я видел. Парнет. Я не могу. Нет. Я. Не могу. Я не могу. Я вовремя. Вовремя. Я. 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 Что это? Череп. Я вижу, что череп. Нахрена ты его сюда припер? Микулинский из восьмого отдела на пенсию ходил. Раздавал свою коллекцию вещдоков. Это женщина. Зовут Марина. Молодая еще. Всего тридцать два года. Видишь, зубы какие хорошие? Да, неплохие, неплохие. Шпионила на Англию. Представляешь, взять не успели, муж ее из ревности убил. Послушай, Ген, ты что, с ума сошел, что ли, а? Нет. Просто тоска заила. Хочу с женой помириться. А ты? А я с твоей не ссорился. А со своей пока таких мыслей нет. Ладно, все, хватит об этом. Что мне с Бирктом делать? Молчит? Молчит. Третий месяц уже пошел. А знаешь, почему пастухи в горах так долго живут? Не знаю. Говорят, мало. Оказывается, самое большое количество энергии человек тратит на разговоры. Умный, да? Да не дурак. Как и твой Беркут. Был в больнице у Юрия Владимировича. Плохо ему, очень плохо. Плохо. А про Беркутову спросил. Что, говорит, не можете с этим ворюгой справиться? И руку я так презрительно махнул. Но никогда со мной так не разговаривал. Что скажешь, Павел? Генеральный секретарь, несмотря на тяжелую болезнь, интересуется. А мы? Ничего не скажу, Анатолий Васильевич. Не верит на нам. Совсем не верит. Прикажешься в отставку, подам. Может, и прикажу. Сидите. Сидите. Вам тут газеты дают? Нет. Очень жаль. Тут сообщение интересное. Я вам его прочту. Вчера в Москве, в своей квартире, скоропостижно скончался бывший министр внутренних дел, Н.А. Щелоков. Понимаете? Понимаю. Умер человек? Нет, не умер. А надев парадный мутер со всеми наградами, покончил жизнь самоубийством. Застрелился из коллекционного, усыпанного, драгоценными каменями ружья. Гастин ранет. Вы ничего из этого сообщения не усматриваете для себя примечательного? Нет, не усматриваю. Ну что ж, придется мне разъяснить. Первое. Помочь вам выйти сухим из воды могут люди только такого ранга, не ниже. И вы рассчитывали на это. Ведь они были связаны с вами. Пусть даже косвенно, но связаны. И беззастенчиво пользовались вашими щедрыми дарами. Но не спасли. Пальцем о палец не ударили. Хотя были еще в силе. А теперь их нет. Кто в отставке, кто по судам, а кто и... Теперь второе. Сам факт самоубийства бывшего министра внутренних дел не может не подсказать вам простую мысль. На снисхождение ворам и взяточникам больше рассчитывать нечего. И они это поняли. Ясно, Беркутов? Какое отношение это имеет ко мне? А такое. Получишь 15 лет, как из пушки. И на этом твоя жизнь закончена. Только ради чего? Вернее, ради кого? Убей, не понимаю. Ради тех, кто тебя, как падаль, выкинул на помойку? А сами еще в своих креслах кайфуют? А может, хватит их жопы, а? Своей единственной неповторимой жизнью прикрывать? Признать обвинение без заказательств? А ты дурак. Хотя говорили, что умные. Короче, предлагаю последний раз. Вы нам, как на духу, все рассказываете. Кому, когда, сколько. Нас интересует верха, а не заведующий конфетной фабрикой. А мы, учтя вашу помощь следствию, добьемся для вас минимального наказания. Пять лет колонии общего режима. Вот вам в этом. Моя рука, мои награды, моя честь. Как знаешь. Мне надо подумать. Суток хватит? Один восточный мудрец сказал, невысказанная тайна – это смертельная болезнь. А высказанные две. КОНЕЦ КОНЕЦ Вон мы Арина отбили. КОНЕЦ Дело закрыто. И тебя отобьём. Отобьём. Но ты с выводами-то не торопись. И без истерик. Всё хорошо. Всё отлично. Я на своём послу. Вообще, он хороший парень. Так и сказал, всё хорошо, всё отлично. Очень хочется ему верить. А ты верь. Верь во всё хорошее. Я пережил, можно сказать, как зеницок, а ты всё продал в лес смотришь. Нет. Ну, как-то, ну, нехорошо это. Не по-мужски. Мы ещё с тобой повоюем. Рады ещё. Станем плечом к плечу, как русский витяне. Вы, Николай Иваныч, Римина предали. А в следующем предадите меня. Золотой ты мой человек. И коньяк у тебя знатный. Звони мне. В любое время. В дня и ночь. А живёт моя Атерана в высоком тюрьму. А в терем тот высокой, нет хода никому. А вдруг наши благодетели отступятся от нас? Начнут спасать свои нарядные шкурки. Ну, что, Бергтон, вы что-нибудь решили? Да. Бергтон. Бергтон. Гражданин Бергутов, прежде чем пересчитать деньги, назовите их точную сумму. Сторок тысяч рублей. Пересчитайте. Гражданин Бергутов, вы утверждаете, что других денег и ценностей вы на своей даче не прячете? Да. Утверждаю. Сигаретка не угостишь? Последняя. Вот тебе и миллиардер. Да врёт он всё, Геннадий Романович. Да может и не врёт. Галине Брежневу с января по сентябрь 1982 года было передано продовольственных заказов без оплаты на сумму 800 рублей. Министру внутренних дел Щёлокову на 900. Его заместителю Чурбанову на 800. Первому сектору Московского городского комитета партии товарищу Гришину за тот же период было передано продовольственных заказов без оплаты на общую сумму 2600 рублей. Не ожидали? Почему? Ожидал. Читайте, читайте. А можно вопросов без протокола? Да. Вот я принял ваши условия. Не потому, что так слепо повел вашему генералу, а тщательно взвесив все его доводы. Принял. А где у меня гарантия, что он не забудет своих обещаний? Признание вот оно. Что ещё нужно? А пять или пятнадцать? Два числа с разницей в единицу? Он честный и порядочный человек. Заручившись его словом, я могу обещать. А себе? Себе вы верите? Не всегда. Но в данном случае, верю. От сумм за реализацию излишков, большая часть шла на модернизацию хранения, капитальные текущие расходы, обновление спецодежды, гигиенические мероприятия в сумме сто тысяч двести семнадцать рублей с семьдесят второго по восемьде второй года. А как, собственно, реализовывались излишки? Как они превращались в наличность? Я понимаю, из кассы вы деньги не брали? Вы правы, из кассы наличность не возьмёшь. У нас с этим строго. Но в деле заказов совсем другая картина. Скажем, пришёл знаменитый певец или генерал. Заказ уже подготовлен. С вас сто рублей. Он платит. Мы говорим не о Галине Брежневой, а о тех, кто платит. А чек по льготным расценкам всего на двадцать пять. Чек ему не нужен, он в него даже не смотрит. Но через рестораны механизм ещё проще. Рестораны много скупают за наличность даже на колхозных рынках. Где тут квитанции или накладные. Но дорого. А взять в моём гастрономии излишки в самый раз получается. Вот тебе и наличность. Университет тоже в свои показания. Остальные деньги были переданы мной в управление мост торговли. Переданы в виде взяток? Минторг. Крупным поставщиком дефицита, да. Сколько? Кому? Читайте сами. Лично себе за все эти годы я взял всего пять тысяч рублей. Позвольте, а как же Мерседес? Он стоил четыре двести. Списан с польского гаража, это тоже можно проверить. Ну, скопили с женой. Послушайте, отказаться было нельзя. От чего? От Мерседеса? От взяток. Пробовал. Несколько раз даже хотел уйти. Ну, и вся система на этом построена. Если хочешь нормально работать, плати. Снизу доверху, плати и плати. Значит, вы считаете, что вы жертва? Нет. Я осознал свою вину и готов понести за нее наказание. Пять лет ты жизни. Так? Именно так. Мне уже пятьдесят девять. Павел Сергеевич. Павел Сергеевич, добрый день. Здрасте. Вы точно знаете, точно? Вы ведь его вынудили. Вы же обещали, только пять. Да, да, я обещал, мне обещали. Я уверен, что именно так и будет. Вы же порядочный человек, глаза у вас добрые. Все так и будет, да? Да, да, да. Успокойтесь, все будет хорошо. Успокойтесь. Встать, суд идет. Прошу. Прошу. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Союза СССР в составе председательствующего. Председателя судебной коллегии по уголовным делам Салтыкова Степана Николаевича, народных заседателей Феоктистова Юрия Александровича и Нильского Станислава Сергеевича приступает к рассмотрению дела по обвинению Беркутова Георгия Петровича. Я тебе отец, а не Георгий Петровича. Отец. Отец. Он же, Беркутов, многократно совершил преступления, предусмотренные статьями 173 частью 2 и 174 УК РСФСР, предусматривающими получению и дачу взяток в особо крупных размерах. Мною многократно, исключительно под давлением Беркутова, передавались ему денежные средства, полученные от реализации неучтенных товарных излишков. В обычных почтовых конвертах каждый месяц в сумме не менее чем 1000 рублей. Да. Это можно назвать взяткой. В тот же период времени Беркутовым неоднократно было совершено преступление, предусмотренное частью 2 статьи 154 УК РСФСР, то есть спекуляция в крупном размере с целью получения наживы. В течение моего пребывания на посту директора гостонома Елисеевский мною передано Московский городской комитет партии денежных сумм в размере 72 тысяч рублей и дефицитных продуктов в виде подарков примерно на ту же сумму. Деньги продукта распределялись между начальниками отделов, секретарями МГК, включая первого секретаря Московского комитета партии товарищи… Объявляется перерыв. Внимание, объявляется перерыв. Продолжение судебного заседания будет проходить в режиме ограниченного посещения. Встать, суд идет. Уважаемый суд, уважаемый государственный обвинитель, я выступаю в защиту подсудимого Беркутова Георгия Петровича. Прежде всего хочу сказать следующее. Беркутов Георгий Петрович… Вначале я пытался работать честно, но потом убедился, что надо давать взятки или уходить с должности. Понимая всю тяжесть совершенного мной преступления, я уже сам давно осудил себя самым строгим судом. Всем встать. Оглашается приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Союза СССР приговорила Беркутова Георгия Петровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 88 часть 2 и 3, статьей 92 часть 2, статьей 154 часть 2, статьями 173, 174 и 175 Уголовного кодекса РСФСР. и, учитывая высокую общественную опасность совершенных преступлений, применить в отношении него исключительную меру наказания – смертную казнь. В соответствии со статьей 44 основ Уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных Республик, приговор является окончательным, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Умоляю вас, вы не знаете как. Безусловно, я не думаю об этом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас очень важно всем взять себя в руки. Умоляю вас. Такое бывало раньше, но как-то решалось. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...